всем добрый вечер я сейчас когда уже ехал сюда в метро я честно говоря понял что я попытался в эту лекцию уместить может быть больше чем не получится внятно рассказать за полчаса то есть информации мне хочется передать вам много я постараюсь сделать это максимально без боли для вас информации много потому что на тему мозгогенетика можно говорить с очень-очень разных сторон и с каждой из этих сторон будет много информации без которой как кажется невозможно обойтись я со своей стороны представляю сторону которая больше относится к мозгу чем генетики и к генетике относятся не совсем обычным способом не всем привычным говорить я буду в первую очередь про тех характеристики генетические связанные с мозгом которые описываются словом наследуемость поднимите руку кто-нибудь знает что такое наследуемость кто-нибудь когда-нибудь встречал такой термин именно не наследственность а наследуемость давайте попробую быстро объяснить что это такое когда мы говорим наследственность когда мы говорим что например у васи плохая наследственность у него папа алкоголик мы на самом деле сразу в термин наследственность смешиваем два фактора мы на самом деле генетические факторы которые действительно могут передаваться по наследству и могут быть связаны с тем что то что у васи папа алкоголик как-то влияет на вероятность того что он станет алкоголиком мы Мы смешиваем эти генетические факторы с факторами среды, то есть с факторами воспитания. На самом деле у Васи папа алкоголик – это фактор, который влияет не только на его какие-то генетические характеристики, но и на то, в какой социальной среде он растет, какой у него социально-экономический статус и так далее. И все эти факторы, когда мы в обычной жизни говорим про наследственность, они смешиваются с чисто генетическими, и в итоге мы не знаем, что в итоге привело к тому результату, который мы видим у конкретного Васи. Собственно, это были действительно гены и генетические факторы, или это были факторы среды, которые просто, как нам кажется, тоже передались ему вместе с семьей. Мы же считаем, что все передается по наследству через семью, через родителей. На сегодняшний день про наследственность, а, да, собственно, это наследственность. Что такое наследуемость? Наследуемость – это попытка ученых отделить, собственно, генетические факторы от факторов средовых, то есть взять и каким-то образом посмотреть на чисто генетический вклад в интересующий нас показатель. На сегодняшний день известны показатели наследуемости, то есть действительно генетического вклада для огромного количества фенотипов, для огромного количества признаков, на которые смотрели ученые. Вот тут есть картинка исследований именно наследуемости, то есть вклада генетических факторов, в целом на вот такие разные признаки. Чем больше, соответственно, признак, тем больше данных по этому признаку. Любопытно, что каким-то образом исследователи научились узнавать вклад генетических факторов, то есть научились мерить наследуемость, даже не залезая в конкретные молекулярно-генетические механизмы. Несмотря на то, что наследуемость – это показатель, который известен вот для такого сонма признаков, мы чаще всего довольно мало знаем про конкретные молекулярно-генетические механизмы. Собственно говоря, о том, что про мозг и генетику можно говорить с разных сторон, кажется, что генетика – это то, что нам в школе рассказывают, когда говорят про последовательность ДНК, нуклеотиды, кодоны, какое-то кодирование и, собственно, молекулярно-генетические механизмы. Ничем из этого я совершенно не занимаюсь. Вообще по образованию я закончил психфак и занимался психофизиологией, и сейчас занимаюсь психогенетикой, поведенческой генетикой. Но генетика – это шире, чем то, что нам рассказывают про генетику в школе. И сейчас я буквально в двух словах расскажу, а как же можно смотреть на наследуемость показателей, не залезая, собственно, в молекулярно-генетические механизмы. А в конце лекции еще и расскажу, почему это иногда оказывается даже более осмысленно на каком-то этапе, чем, собственно, пытаться разбираться именно в молекулярной генетике. Для того, чтобы разобраться с тем, что такое наследуемость, нужно познакомиться с одним из основных источников знаний о наследуемости, а именно с методом близнецов. Метод близнецов появился достаточно давно, в начале 20 века, и благодаря тому, что в природе существуют близнецы, появилась в конце 19-го, в начале 20-го века, появилась отдельная область, количественная генетика, которая еще до того, как открыли структуру ДНК и научились смотреть в гены, уже умела многое говорить про генетику, причем иногда даже тогда, когда этого слова еще не было. Как существование близнецов помогает понять что-то про генетику? На самом деле довольно просто. Дело в том, что существует два вида близнецов. Существуют монозиготные близнецы. Например, у меня есть монозиготный близнец, который тоже периодически читает лекции о чем-то другом. Мы с ним, с точки зрения генетики, абсолютно одинаковые. Мы генетические клоны, у нас 100% генов, 100% последовательность нуклеотидов нашей ДНК на 100% одинаковая. И существуют дизиготные близнецы, которые еще называются двойняшки. Двойняшки бывают невероятно разными, бывают совершенно непохожими, вот примерно как здесь. Но если мы возьмем достаточно много двойняшек, то мы увидим, что в среднем двойняшки делят между собой примерно половину общих генов, примерно 50% общих генов. Понятное дело, что для этого их нужно взять действительно много, и это накладывает некоторые ограничения на то, что можно делать с помощью того метода, о котором я буду рассказывать. Но, тем не менее, в среднем вот эти 50% мы можем обнаружить. Как помогает, может быть, есть у кого-то гипотеза, как помогает наличие близнецов и двойняшек с разным вкладом генетических факторов понять, а что же, собственно, зависит именно от генов, а что зависит именно от среды. Вычленить наследуемость из наследственности. Есть ли у кого-нибудь гипотезы? Да. Это прекрасный ответ, который в целом удовлетворил бы всех ученых, если бы мы разрешили это сделать. Но нельзя ученым взять и растить одинаково генетические людей в разных условиях. Общество запрещает нам так поступать. Но, на самом деле, такое иногда бывало. И вот такие разделенные близнецы, монозиготные, выросшие в разных условиях, действительно дали какое-то количество информации, количественной генетики. Но это не основной и уж точно не активно используемый на сегодняшний день метод. Можно сделать гораздо проще. Можно взять и сравнить между собой близнецов и двойняшек по интересующему нас показателю. Когда мы сравниваем близнецов и двойняшек, даже не так, сравнить не близнецов и двойняшек, а сравнить сходство между близнецами и сходство между двойняшками. Если мы увидим, что, ну, потенциально, мы можем, когда сравниваем сходство внутри пар между близнецами и двойняшками, мы можем увидеть три варианта развития событий. Первый. Двойняшки больше похожи между собой, чем близнецы. Так сложилось, что, ну, теоретически это возможно. На практике, насколько я знаю, такое случалось только из-за ошибок измерения. То есть, в общем-то, не бывает такого, чтобы двойняшки были похожи между собой больше, чем близнецы. Остаются два варианта. Или двойняшки похожи между собой так же, как близнецы, или близнецы похожи больше, чем двойняшки. Собственно, из этих двух вариантов и рождается информация о том, каков генетический вклад в интересующий нас признак. Если близнецы похожи больше, чем двойняшки, то мы исходим из того, что и близнецы, и двойняшки с точки зрения генетики отличаются, а вот с точки зрения среды, в которой они растут, они максимально похожи между собой. То есть, и те, и другие растут в одних и тех же семьях, в семье, соответственно, с одним и тем же уровнем дохода. У их родителей один и тот же уровень образования. Они чаще всего уходят в одни и те же школы. Ну, то есть, у них настолько, насколько возможно одинаковая среда. Опять же, если взять достаточно много близнецов и двойняшек, то мы считаем, что те факторы, которые могут отличаться, они в целом сойдут на нет. Так вот, среда и у тех, и у других одинаковая, а вот вклад генетики разный. И если мы увидим, что близнецы больше похожи, чем двойняшки, то единственное, что может объяснить это дополнительное сходство, это как раз влияние генетических факторов. Дополнительное влияние генетических факторов. Из вот такой простой логики, если мы видим, что близнецы больше похожи между собой, чем двойняшки, мы делаем вывод о вкладе генетики в признак, и можем даже количественно оценить, какой именно будет вклад этой самой генетики в признак. Понятно? Я вернусь, на самом деле, вот сначала вот к этой картинке. По секрету вам скажу, что на сегодняшний день не было обнаружено ни одного признака, по которому двойняшки были бы так же похожи, как близнецы. Нет ни одного признака, который хоть как-то не был бы связан с генетическими факторами. Понятное дело, что разные признаки по-разному связаны с генетическими факторами. Например, рост связан с генетическими факторами на 90%, вернее, различия между людьми по росту объясняются на 90% различиями в генетике между людьми. Удовлетворенность работы на 30%, но тоже зависит от генетики. Ну и, соответственно, эта вещь говорит нам сразу о двух частях. Во-первых, нет ни одного фактора, который не был бы связан с генетикой. А во-вторых, нет ни одного фактора, который не был бы связан с окружающей средой. По секрету вам скажу, что на сегодняшний день количественные генетики вообще стараются все меньше и меньше разделять генетику и среду, потому что это перестает быть продуктивно. Но это тема для другой лекции. Так вот, а если говорить про мозг, то мы вот с помощью такого метода можем количественно оценить, насколько сильно те или иные характеристики мозга, даже про которые мы не всегда знаем, что там происходит на молекулярно-генетическом уровне, насколько сильно они связаны с генетическим каким-то вкладом. Постараюсь в конце объяснить, зачем это нам может быть нужно. Итак, если говорить про мозг в целом, то оказывается, что, ну вот, опять же, здесь видно, что изучают, в какие показатели мозга можно изучать вклад генетики. Они в первую очередь изучают объем мозга, потому что это, наверное, самая частая и одна из наиболее простых процедур, которые можно делать, и, соответственно, проще собирать данные, и больше можно собрать выборку, точнее можно получить результаты. Вот, но и огромное количество других показателей тоже изучают. Я сейчас приведу пример двух типов показателей. Я буду говорить про анатомические показатели немножко, то есть про размеры мозга в первую очередь или отдельных структур мозга. Вот, и показатели работы мозга. Показателей работы мозга безумное количество. Я расскажу буквально на примере парочки, что получают. В целом, если посмотреть на то, насколько сильно связаны различные структуры мозга с генетическими факторами, мы увидим, что вклад генетики в различия между людьми по показателям, связанным с работой мозга или со структурными характеристиками мозга, у нас получается больше 60%. Причем это, на самом деле, относительно большинства показателей, даже несколько заниженная цифра. На самом деле, вклад генетики в развитие нашего мозга оказывается довольно большим, что, в общем-то, наверное, не слишком удивительно. Но перед тем, как идти дальше, я бы хотел сделать такой маленький акцент на том, что, когда мы говорим про наследуемость, мы изучаем только ту часть генетических факторов, которая связана с изменением по показателю. Если у нас показатель никаким образом не изменяется, то наша простая логика близнецовая не даст нам никакого осмысленного результата. Например, какая будет наследуемость количества пальцев у нас с вами, как вы думаете? Насколько сильно близнецы и двойняшки в среднем отличаются по количеству пальцев на руках? И если отличаются, то по какому поводу? Ну, скорее всего, по поводу того, что кто-то из них знает свой станок, как свои три пальца, ну или что-нибудь такое. Средовые факторы по вот такому неизменному показателю будут более важными, чем генетические, и это не значит, что генетика не играет никакой роли. Это значит, что мы не можем исследовать вот эти факторы таким методом. Понятно, да, идея? Что мы говорим именно про различие людей по показателю, то есть мы говорим про изменчивую часть генетических факторов, связанных с мозгом. Во-первых, если говорить чисто про анатомические факторы, оказывается, что основные структуры мозга и основные серьезные характеристики мозга сильно связаны с генетикой. Сильно связаны они с генетикой, потому что, ну, вот здесь видны конкретные цифры, довольно много показателей связаны с генетикой даже не на уровне 60%, а на уровне до 80%, иногда даже до 90%. Мы в некотором смысле действительно довольно сильно рождаемся вот с уже, с мозгом, на который уже сильно повлияли генетические факторы. В целом, логика, которую видят исследователи, примерно такая. Чем больше и крупнее структура в мозге, тем сильнее она связана с генетическими факторами, что на самом деле может говорить о точности измерений просто, и может быть маленькие структуры мы меряем не так точно, поэтому вносим больше ошибки в измерения, и они тоже сильно связаны с генетикой. Но пока мы можем просто догадываться о том, что это так, и интерпретировать те результаты, которые есть. Как характеристики общего объема мозга, вот эта вот характеристика, как характеристики серого вещества, количество серого вещества в мозге, количество белого вещества в мозге, то есть проводящих путей между различными участками нашего мозга. Так и многие другие показатели, там, размер гиппокампа, господи, где он, вот здесь, все эти штуки сильно связаны, ну, по крайней мере, как мы видим на сегодняшний день, сильно связаны с генетическими факторами. Это факт, мозг сильно связан с генетикой. Мне кажется, что чуть более интересно говорить не про анатомические показатели, а про показатели, связанные с работой мозга. И выясняется, что показатели, связанные с работой мозга, тоже сильно связаны с генетикой. Например, многие из вас, наверное, если вы интересуетесь мозгом, слышали про существование какого-то мифического альфа-ритма в нашем с вами мозге. Альфа-ритм – это определенный показатель, связанный с электрической активностью нашего мозга. И вот выясняется, что, ну, во-первых, альфа-ритм – это один из наиболее стабильных показателей работы мозга у человека. А во-вторых, оказывается, что он связан с вкладом генетических факторов, ну, на уровне самых-самых серьезных вкладов генетики в анатомию. И на самом деле, что удивительно, на уровне, на том же уровне, на котором генетика влияет на наш с вами рост и вес. То есть получается, что, ну, один из, по крайней мере, чаще всего мелькаемых в научно-пулярных всяких сообществах характеристик мозга – это штука, которая сильно связана с генетикой. Вообще, я даже немножко удивлен, насколько сейчас таким прогенетическим получается доклад мой. Я в конце, наверное, это прокомментирую. На самом деле, генетика – это очень круто, но будет еще одно небольшое «но». Первое «но» начинается сейчас и связано с тем, что если мы будем смотреть на какие-то более комплексные характеристики мозга, которые уже работают, то вклад генетики начинает достаточно быстро падать. Например, сейчас активно изучают определенные сети, которые отвечают за взаимную работу разных структур в мозге. И вот одна из таких сетей – это сеть, которая называется «default mode network». Мне очень плохо с русскими названиями. В общем, один из вариантов перевода – пассивная сеть работы мозга, хотя это не самый удачный вариант, но это первый, который пришел мне в голову. Так вот, это некоторый показатель, который мы тоже знаем, что достаточно индивидуальный для конкретного человека. Он достаточно стабильный, может быть, у конкретного человека. Но вклад генетики вот в этот показатель уже оказывается ниже, чем если мы говорим про какие-то частные характеристики. Мозг как целое, вроде бы, мозг как целое работает не только благодаря какой-то генетике, но на него уже сильнее начинает влиять окружающая среда, что в целом, наверное, тоже достаточно логично. Более интересная вещь, чем просто смотреть на вклад генетических факторов в разные отдельные показатели, даже если это показатели сложные, это возможность смотреть в то, насколько пересекаются между собой генетические вклады в разные показатели. С помощью близнецового метода сейчас исследователи могут не только сказать, что вклад генетики в какую-то характеристику мозга равен такой-то величине, они могут сказать, насколько одинаковые, условно говоря, группы генов влияют на эту характеристику и на эту характеристику. И тут выясняется другое «но». Оказывается, что, несмотря на то, что мы можем мерить отдельные характеристики и показывать, что вклад в них достаточно высокий, мы видим, что те характеристики, которые мы меряем, которые в нашей исследовательской голове вроде бы как должны быть достаточно сильно связаны между собой, оказывается, что общих генетических влияний на них не очень много, несмотря на то, что мы знаем, что обычно из других исследований генетических корреляций мы ждем, что их будет много. Например, если смотреть на показатели, которые должны быть вроде бы взаимосвязаны между собой, это показатель толщины коры и того, насколько… и показатель площади поверхности коры, то есть это некоторый разный взгляд на размер серого вещества мозга. Мы видим, что генетические корреляции между этими показателями, которые, еще раз, кажутся, что должны быть очень близкими, оказываются гораздо ниже, оказываются на уровне, сейчас скажу, уже не 90, а если смотреть на разные характеристики, 60% генетические корреляции между ними и ниже, и ниже, и ниже. Для исследователей это, скорее, необычно, и они ждали бы, что результат будет более похожий. Может быть, это говорит о том, ну и это следует из других исследований, что пока мы слишком сильно зависим от конкретных методов измерения, улавливая какую-то одну характеристику, мы можем в другой характеристике, которая кажется нам похожей, на самом деле того же самого не находить, просто потому что мы не всегда меряем то, что нам на самом деле хотелось бы. Это про генетические корреляции. Теперь перейдем, собственно, немножко хотя бы поговорим про молекулярно-генетические вещи. То есть, в принципе, интересно не только посмотреть на вот эти цифры, что вклад генетики равен 60%, а хочется начать разбираться в том, что это могут быть за генетические механизмы и на что они могут влиять. Среди наиболее исследуемых на сегодняшний день, ну, этот список не полный, безусловно, и может быть продолжен, ну, вот там, один из вариантов такого списка, это вот такой набор генов BDNF, APOE4, MECP2, HFE, ну и так далее. Это гены, которые связаны с процессами, которые связаны с синаптическим ростом, вот они идут в таком же порядке через запятую общей функции этих генов, так же, как в скобках подписи. Значит, это синаптический рост, BDNF, рост и дегенерация нервных клеток, APOE, хотя и много других функций тоже, развитие нервной трубки. Нервная трубка – это то, из чего получается нервная система, пока мы с вами растем от зародочек к взрослому человеку, целостность нервных волокон, дифференциация нервных клеток, то есть превращение просто клеток, еще ничего не значащих, именно в нервные, и целостность белого вещества. Ну, то есть, в принципе, вполне логичный набор. Если мы говорим про работу мозга, логично, что больше всего исследуют именно вот такой набор генов. Эти гены действительно оказывают, связаны с довольно разными и очень серьезными процессами в мозге. Про них много исследований. Мы знаем из молекулярно-генетических исследований, что какие-то характеристики мозга, вот они вот здесь. Из немножко другого типа методов, из методов, про которые я расскажу на следующем слайде, мы еще можем добавить к этому еще чуть-чуть генов, вернее, здесь даже не совсем генов, гены это уже вытащены потом, но в целом, вот сейчас расскажу про этот метод, можно добавить еще, что объем уже отдельных структур тоже связан с генетикой, объем скорлупы, рост мозга во время перинатального развития, фактор, связанный с антиапоптозом, то есть с тем, чтобы нервные клетки, апоптоз – это запрограммированная смерть клеток в организме, и вот есть факторы антиапоптоза, и различия в нашем с вами мозге сильно связаны с вот этими генами, которые влияют на антиапоптоз, там, рост еще какого-то участка в мозге. Вот это еще набор генов, который связан с мозгом. Значит, во-первых, почему я расскажу про этот метод на следующем слайде, и в чем, собственно, проблема с молекулярно-генетическими данными, и почему на сегодняшний день все еще оказывается осмысленным смотреть на общий генетический вклад. Дело в том, что даже если мы возьмем и сложим, вот мы нашли какое-то количество генов, которые связаны с работой мозга, и если мы сложим суммарные действия от всех этих генов, мы получим очень маленькую часть от тех 80-90% генетических различий, которые мы получаем методами количественной генетики. Дело в том, что, как и на многие другие признаки, на характеристики мозга оказывает влияние не один ген, а суммарное действие огромного количества генов. Это могут быть десятки, сотни и тысячи генов. И из этих десятков и сотен тысяч мы на сегодняшний день знаем что-то про работу буквально небольшого количества. Дело в том, что тот вариант генетики, про который нам рассказывали в школе, когда есть ген, который определяет, какой будет признак, например, там, желтый горошек или зеленый, этот вариант генетики, ну, такой вариант наследования признаков, называется менделевским, и он крайне редко, на самом деле, встречается в живых организмах. Несмотря на то, что это то, с чего нам начинают рассказывать про генетику в школе, и действительно генетика строилась благодаря везению Менделя не только в том, что его работы переоткрыли уже после его смерти, а в том, что он набрел на признаки, которые наследуются именно по менделевскому типу, большинство признаков наследуются не так. Нет какого-то гена, который берет и сильно влияет на то, какой получится признак. Это всегда суммарное действие огромного количества механизмов, и всегда, когда вы встречаете исследования популярные про то, что вот нашли такой-то ген, связанный с такой-то работой мозга, обычно суммарное действие этого гена редко превышает процент, пару процентов. На самом деле, очень часто это могут быть даже десятые доли процента, а может быть и еще меньше. Вот, соответственно, это первая часть, вторая часть. Если мы хотим лезть в эти десятки, сотни и тысячи генов, то нам нужно пользоваться методом, который называется полногеномный анализ ассоциаций. А это метод, который позволяет нам смотреть сразу на огромное количество этих самых генов, и вроде бы выбирать из них уже действительно те десятки, сотни тысяч с теми эффектами, которые нам нужны. Только дело в том, что тут мы сталкиваемся со статистическими сложностями, и если мы хотим обнаружить большое количество влияния от генов, каждый из которых мало влияет на ген, то нам нужны просто огромные выборки. И на сегодняшний день, чтобы получить данные о мозге, чтобы выделить вот эти 4 гена, которые были связаны с какими-то молекулярно-генетическими механизмами, 200 лабораторий совместно собрали 30 тысяч человек за довольно внушительное время, чтобы получить вот такой вот совершенно небольшой результат. Из сотен и тысяч генов, которые должны были бы влиять, обнаружили, ну, условно говоря, там их было не 4, там их было 8, потратили на это огромное количество времени, денег и так далее. И 30 тысяч, на самом деле, для исследований такого типа, это не так уж много. Для других признаков, для которых можно собирать данные проще, чем для мозга, это могут быть уже на сегодняшний день не десятки тысяч, а сотни тысяч участников исследований, которые позволяют смотреть в молекулярную генетику. Но зачем нам все-таки могут быть нужны сами по себе вот эти показатели наследуемости характеристик мозга? Дело в том, что на протяжении долгого времени поиск вот таких вот сильно наследуемых признаков связывали с термином, который называется эндофенотипы. Эндофенотипы – это некоторые внутренние признаки, которые, как ожидали исследователи, будут больше связаны с конкретной генетикой. Вообще, гены, как вы знаете, связаны не с тем, чтобы влиять на наше поведение, а связаны не с тем, чтобы кодировать какой-то белок или управлять работой других генов. И понятное дело, что любое поведение – это, ну, не просто действие какого-то одного белка. Поэтому исследователи решили, а давайте попробуем найти показатели, сильно связанные с генетикой. Может быть, с точки зрения вот этих самых белков они будут устроены попроще, и изучая генетику уже не каких-то сложных признаков, а генетику вот этих эндофенотипов, мы разберемся в молекулярных механизмах. Не получилось, если в двух словах, к сожалению, в таком виде эндофенотипы не сработали. Оказалось, что в очередной раз, что даже признаки, в которые вклад генетики очень сильный, все равно не связаны с какими-то простыми молекулярными механизмами, это все равно суммарное действие большого количества генов. Но, тем не менее, это привело к формированию подхода, который на сегодняшний день пока еще обсуждается, но подхода, который, может быть, потихонечку поменяет, например, наше представление о том, как устроена наша психика, и, ну, по крайней мере, о том, как устроены наши психические заболевания. Поиск вот этих эндофенотипов, которые во многом, ну, которые сильно связаны именно с показателями наследуемости различных характеристик мозга, сильно связывают с успехами в подходе, который развивают в Америке, в Национальном институте здоровья Америки, который называется Research Domain Criteria, у меня, к сожалению, мало времени остается, поэтому про эту часть я не успеваю чуть больше рассказать, который потенциально должен заменить, если кто-то вдруг интересуется психологией, должен заменить классификацию болезней психических, американскую, ДСМ, и который предлагает перестать ставить диагнозы, ну, определенные диагнозы, к которым мы привыкли, а предлагает оценивать людей по набору более простых каких-то характеристик, например, на уровне мозга это могут быть как раз, там, размеры тех или иных структур, выраженность тех или иных структур или активность работы тех или иных механизмов, соответственно, предлагается строить вот такие таблички, в которых будет много разных областей, domain, в которых будут оцениваться люди с различными заболеваниями, и это позволит нам более комплексно изучать психические заболевания, а может быть еще и уйти от стигматизации людей, навешивания на них тех или иных ярлыков, связанных с теми или иными симптомами, с теми или иными расстройствами. Вот, на самом деле, пока здесь все очень предварительно, и несмотря на то, что уже много лет исследуют наследуемость и вклад генетики в мозг, вы понимаете, что это очень сложная тема, на нашем с вами веку все будет сильно меняться, о том, как меняется все, будут говорить другие люди сегодня и другие люди на этом лектории, а я на этом хочу сказать вам спасибо.